Удобные остановки, касса по продаже сезонок. С 1 мая с Хлебной площади можно уехать на дачи как по двум старым маршрутам, так и по шести новым. Эти автобусы раньше отправлялись с автостанции «Аврора». Редислокация произошла из-за ремонта Южного моста и путепровода над железной дорогой. Ограничено движение транспорта общей массой более 3,5 тонн. Весь подвижной состав, который используется для перевозки пассажиров в городском округе Самары, превышает данные габариты. Поэтому нам пришлось разработать временную схему организации движения. К дачным переменам горожане отнеслись с пониманием. Я живу в 13-м микрорайоне. Час, вот час ровно ехала. Поэтому на «Аврору» час и сюда час. У меня одинаково получается. Что делать? Приходится терпеть. Мост ремонтировать давно пора. Я живу в Куйбышевском районе. И я сегодня первый раз пришла. Сейчас узнаю. Если на крыжу останавливать буду, я буду с кряжи вообще ехать. Вот мне удобно. Когда пойдет клубника, когда поливные вот эти дни, а так нет в принципе, ну по 30. А когда самый такой, ну идет уже урожай, то да, бывает по 70 человек, по 60 в автобусе. Сейчас пока по наполняемости. Не меньше 25 человек. Тем не менее, некоторые садоводы предлагают еще одно решение дачного вопроса. Из Кошелевой я еду сюда через весь город. Когда построили южную, вернее, по Кирову, можно пустить еще транспорт. Этот вопрос городская власть уже решает. А тариф на перевозки сохранили на уровне прошлого года. 2 рубля 2 копейки за километр. Для удобства пассажиров продаются сезонки на 4, 8 или 16 поездок. Автобусы отправляются в рейс каждые полчаса. Первые в 6 утра, последние в 20.00. Кроме выходных за город можно уехать еще в среду и пятницу. 34 самарских дачных направлений обслуживают 80 автобусов. Они будут курсировать до 29 октября. Сергей Кизоркин, Василий Колдашов, Константин Головин. События.